Всем доброго здоровья, сегодня с вами поговорим о танке М54 Ренегейт. Это, ну, как бы американский прем ТТ-8, наверное, самый лучший прем ТТ-8 американский. И это машина, которая лучше, чем Йох, и мы уже с вами в прошлом видео по Йоху, как бы, выяснили, в чем он лучше. И сегодня мы просто это с вами, как бы, подтвердим и закрепим. Ну, опять-таки, как вы знаете, не имеет значения, насколько имбовый танк, важны очень, ну, условия, карта и баланс. Если это, как бы, нам дадут, то, тем более, там еще можно будет лучше раскрыть данную машину. Ну, значит, то, что мы с вами поговорили о, ну, как бы, видео по Йоху. У нас стабилизация без стабилизатора, трофейного, подчеркиваю, такая же, как у Йоха с трофейным стабилизатором. То есть, без стабилизатора на этом танке играется, в принципе, ну, нормально, особо без каких-либо проблем. Тут вот эта типичная проблема, ну, как бы, вот у Йоха здесь, ну, 34-ки там, это говно проходимость, чуваки. То есть, оно просто ни о чемное. И я катал сначала просто с турбиной, я увидел, что особо выхлопа от нее почти никакого нет. Выхлоп есть только на идеальном асфальте, равнюсеньком, там еще и с холмика. Тогда уже действительно будет вступать в силу именно удельная мощность. И, как бы, проходимость будет уже вменяема по твердому грунту со всеми приколами. Но на среднем грунте это все равно не то. Если это будет, например, тихий берег, и вам нужно будет чуть-чуть вот так под горочку ехать на турбине, вы будете ехать, чуваки, километра, блин, 25-30. На грунтах же, на этом же тихом берегу, под небольшой склончик вверх, вы будете переть 40, он вообще не будет практически сбрасывать скорость. Он будет маневренней, он будет лучше себя чувствовать, он не будет тратить скорость там, где вы будете тратить ее на турбине. А я же говорю, вы гоняетесь зачем? За 50 километров в час, чтобы была красивенькая цифра, но только смысл, если вы ее видеть не будете. А с грунтами вы будете видеть практически всегда свои 45. И будете намного маневренней. И будете на всех почти грунтах чувствовать себя намного-намного уверенней. Вот как-то так. Поэтому, как бы машина, она хорошая. Минусов у нее, вот в плане того, что типа вот проходимость, но он быстро исправляется и все. Получается, что стабилизация орудия в целом, подвижность у танка все отлично. А бронирование, оно, ну типа как у Йоха, да, только у нас вместо купола просто типа нормальный лоб башни, вот в который, конечно же, никто никогда не стреляет, потому что зачем, если у нас есть лючок. Вот у Йоха там 130 было в лючке, здесь, как видите, ну 180-190 как бы. Чутка побольше, то есть, например, каким-то фугасиком там, калибановским, ну не факт, что оно пробьется. Тем более для фугаса тут будет, конечно, побольше приведенки. А, например, по Йоховскому лючку, с калибанов фугасом урон будет заходить всегда. А по корпусу это то же самое. То стоим 170 в НЛД, у нас даже кусочки есть по 140. Вот там, то есть, по углам вообще, видите, ничего нету. Стык тот же самый, около 200, в ЛД там тоже не особо. То есть, лоб именно, если прям до миллиметража вымерять, да, то у Йоха будет лоб бронирований. Потому что у него там в ЛД 215 было, в стыке вместо 200-220. А в НЛД было, ну почти то же самое, только здесь было не 140, а просто 170. Ну то же самое, оно сферическое. Если ты его выкручиваешь, то тут вообще будет, ну, ноль приведенки, и танчить особо нечем. Бор тоже, видите, 76 миллиметров и 50 миллиметров. Это то, о чем мы говорили с вами, ну, например, у той же двухстволки. То есть, если, например, мы будем на нем вытанковывать, там, бортом, да, и если вы будете перекручивать, то, например, вот эта часть, для, подчеркиваю, для кумулятивного снаряда, или же для пушки, там, 155-го калибра, к примеру, она будет работать по правилу трех калибров, и для кумулятивного снаряда сюда раньше начнется приведенка, например, чем сюда. То есть, если мы выберем вот кумулик, к примеру, да, возьмем его. Вот тут для кумуля, видите, 243 приведенка, а тут 350 приведенка, поняли, о чем я говорю? Понятное дело, что если ты будешь танчить идеально, то никакой приведенки тут для кумуля, хотя, как вы видите, все равно она будет, но только в верхней части, просто она под прямым углом, а нижняя часть закручена, и сюда кумулем вы не нанесете урон. Вот, а здесь для кумулятива, видите, 300 миллиметров, то есть, вот эта часть 50 миллиметров, это, ну, короче, так, для знающего игрока, то есть, 155-й калибр вас туда пробьет, в центральную часть не пробьет, и кумулятивный снаряд, если вы будете вытанковывать бортом, вас сюда будет пробивать, сюда, ну, будет уже сделать намного сложнее. То есть, если тут вот для кумуля будет 260 в этой точке, здесь 190, то же самое и здесь. Если здесь будет там 200 приведенки, здесь будет 300 приведенки. То есть, вы поняли, о чем я вам говорю. Вот, ну, а по башне же говорю, ну, да, УВН минус 10, окей. Ну, и что? Ну, играешь ты от УВНа. Ведро ты прячешь? Нет, не прячешь. В него всегда все попадают. Как прятать это ведро? Ну, как бы, наверняка вы замечали такую историю, да, что кто играет на ренегате, они когда стреливаются, они, типа, он пушку вверх поднимает, да, вот как вам показать? Вот, ну, типа, вот так они пушку вверх поднимают, и, типа, пушка туда-сюда, чтобы, ну, мол, спастись, чтобы было больше шансов на спасение. То в таком случае, чуваки, во-первых, как бы сразу не, ну, не теряем бдительность, да, у него оголяется в таком случае, ребята, вот эта вот часть башни, в которой, ну, вот, 180 миллиметров, 190, если это будет в вывороте, да, ну, все равно тут будет 180-190. Ну, в общем, сюда пробить можно, и меня пробивают. Я думаю, у вас тоже будет все более-менее нормально, просто вот надо как-то ближе к орудию попадать. Можно еще, конечно, выше поднять, тогда вообще никакой тут приведенки не будет, и еще будет больше площадь оголения. То есть все будет зависеть от степени поднятия пушки вверх. То есть это, как бы, тоже неплохая хелесовая пятка, потому что в таком случае, если он прям конкретно поднимает пушку вверх, проще бить сюда, чем искать вот эти кусочки лючка, потому что через пушку бить, ну, как бы, 250 миллиметров, это, ну, не каждая пушка сможет, кумулятивами тем более. Вот ты сюда можешь просто не попасть, тем более он может как битой мяч отбить, и все. А сюда, если что, можно будет бряхнуть. Как-то так. Поэтому вот такое вот у него бронирование. Типа есть, но на самом деле его, по сути, нет. Корпус, как мы видим, слабее, чем у Йоха. Вот башня, по сути, все то же самое, с чуть-чуть бронированием лючком. Ну, вот, ну, как-то так. Значит, первый бой, как мы в видео по Йоху договаривались, я скатаю на турбине, второй бой мы скатаем с вами на грунтах. Ну, будет очень смешно, если сейчас меня кинет на асфальт, вот, а там кинет на, ну, не знаю, например, тоже на асфальт, и вы увидите, что, например, в подвижности разницы особо не будет. Нет, здесь, ой-ой-ой-ой-ой. Да, баланс максимально неиграбельный. Значит, тут было бы лучше на грунтах. Вот здесь, ребята, поверьте, тут было бы лучше играть на грунтах, потому что турбина сейчас, она, если может даже и проявить себя там вменяемо, то, поверьте, грунты бы здесь себя проявили получше. Вот на турбине желательно бы катать на асфальте. То есть, кстати, вы можете действительно брать, вот, когда вы качаете полевую, сделать два набора. Грунты и турбина. Турбину использовать только по асфальту, грунты использовать на, там, песке, всяком говне и так далее. Вот, то есть, как бы тоже неплохое вам, ну, как бы напутствие. Здесь, чуваки, я даже хз куда ехать, тут нужно поехать как можно, ну, с возможностью встречи танков по картоне, и мне кажется, это будет направо там, где-то на холмах. Вот, то есть, наверное, я все-таки поеду направо. Вот, и вот он едет на турбине. Это разве вам подвижность на турбине? Не, это просто, типа, я считаю, ну, вот, подчеркиваю, кроме асфальта, турбина это просто забитый слот впустую, просто впустую и все. Маневренности ты не добавляешь, ехать 50, конечно же, ты не будешь, особенно по земле, песку и так далее. Вот, а грунты это на все случаи жизни. И видеть свою максималку, и быть более-менее маневренным и т.д. Вот стабилизация без стабилизатора. Мы имеем точно такую же стабилизацию, как имеет М4Y со стабилизатором трофейным. Вот такие делишки. Если бы здесь была бы проходимость вменяемая, то есть, это там 0.9 до 1 на твердом, там 1 до 1.2 на среднем и там до 2 на мягком, вот, тогда можно было бы говорить там за турбину. А так 1.3, 1.6, 3.3 на мягком, это вообще вафли, вот, то есть, там, турбина, она чистая. Ну, типа E7, вот, есть слот на мобильность. Что для E7 будет полезнее, турбина или грунты? Конечно же, грунты, потому что у него и так изначально фигина удельная мощность, но вы ей не пользуетесь, потому что у вас понерфлена в кашу проходимость. Ты смотри, что СТРВшечка делает, обалдеть. Приехала в СТ режим играть. Не, я, наверное, подожмусь к Е50-ому. А, там еще епсель драйв. Ой-ой-ой. Епсель, походу тебе вафли, чувак. А потом за тобой вафли будут мне. Блин, ну, по-хорошему, мне надо быть возле Е5. А знаешь почему? Чтобы УВН-ом сейчас хоть какой-то уже урон наносить по объекту 430У и по СТРВшечке. Потому что если я останусь здесь, во-первых, я останусь без урона, убьют Е50М, и потом вот это кубло вывалится убивать меня уже в одиночку. Вот Е5, давай, у тебя УВН-8, у меня минус 10. Давай, я слева буду, ты справа, окей? Так, даем рогу в лоб башне, даем 380. Вот в этом особенности альфы в 360. Очень часто летит около 400. Так, даем снова этому роге на 330. Вот правильно все сделал, потому что я понимал, что я буду в более выгодной позиции. У 430У дни играбельного УВН не может играть от башни, а я, в принципе, спокойно могу вываливаться и стрелять, вот, например, по этой самой роге. Вот, видите, по уменьшению идет. 380, 340 и 300 альфы. Очень мало 300. Вот, 430У у него лопает банка, он прекрасно понимает, что у него УВН говно, и он, видите, он не может просто пустить пушку. Он тупо сгорел, чуваки. Он сгорел от неиграбельных УВНов на своем танке. Вот, а я ему сейчас просто в дно еще раз накину, и все. Все, уже получился отлично. Ой-ой-ой, Коля слева, слева делегация выезжает. Оп, так, забираем этот танк, поджимаемся сразу сюда, потому что слева он тоже у нас, ребят, кубло. Кубло у нас слева. И, ёпсель-мопсель, Боже, почему вас так много здесь? Почему? Почему вы все приехали сюда? Как мне вас в соло убить всех? А? Ладно, я буду принимать от поляка. У меня пушка не опускается. Не опуска... Ёханый бабай, челики, у меня не пускается, просто ствол на рогу. У меня просто не пустился долбанный ствол на рогу. Танкую, 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 танкую. Да, да, танк. О, понятно. Всё, я проиграл, чуваки. Я всё, я рип. Быстрее, давай, давай, да. Без комментариев, чуваки. У меня просто... Сломана боюкладка. Всё. Я не знаю, как рога так быстро зарядилась. У него же перезарядка вечность. У него просто перезарядка вечность. Да. Блин, если бы я знал, что такой момент произойдёт, честно бы, я бы сейчас поставил бы компоновку с этой закалкой воды в один слот. Если бы я знал, что мне сейчас поломают боюкладку, о божечки. Лучше дам на Верочку, потому что пока этот поляк выкатится... Он же ж не знает, что у меня сломана боюкладка. Он будет меня бояться, понимаете? Блин, центре он меня зацелил. Всё, без вариантов. Ну, очень долгая КД, чуваки. Ну, прямо капец, какое долгая с поломанной боюкладкой. Ну, тем более, всё равно меня взяли в кольцо. Вот. Ух. Бой тут тысяч мог быть на семь, если бы я остался с боюкладкой. Во-первых, я бы убил бы уже два часа назад рогу. Я бы в соло бы уверен, бы развалил бы 50 ТП. И потом бы я занимался бы вот этими чуваками. Но так как у меня КД стало сразу 16 секунд, да, тут, конечно, чуть-чуть не фартануло. Вот. Остался бы я с боюкладкой. Поверьте, бой был бы вообще другим. Просто другим. Ну, вы увидели все особенности машины. Это отличное вооружение, отличная стабилизация, отличная альфа, она приятная глазу, в принципе, и с нормальной при этом перезарядкой. И УВН, что они могут делать, когда против тебя играют даже танки 10 уровня. Ты просто выезжаешь и тупо их пилишь от УВНа. Вот. А потом, если ты ещё попадаешь против танка, такой как 430У, у него сгорает задница, потому что у него нету УВНа. И он просто идёт и отдаётся. Потому что, какие варианты? Он не может играть от рельефа. Ему нельзя было сюда ехать. Еписью, ну, плюс-минус можно. С интерьера он сюда можно было бы приезжать. Поляк приехал, Рога приехал. Ему здесь делать было особо нефиг. Вот. Поэтому ждём замечательную концовку этого боя и поедем в следующий бой. Так, вот и закончился боёчек. Для даже отметку наклепали-то ты что? У меня боёчков на нём мало. Вот, значит, 3500-1230 опыта. Считай, в тупо урону против десяток. Но тут, чуваки, просто так получилось. 80000 без премиум аккаунта, было бы 48000 чистыми без допая, 105000 с премиум аккаунтом и было бы 84000 чистыми без допая. Ну, значит, за 3500 урона 105000 это нормальный фарм. Но тут, я уверен, потому что игралось в упоре. Перестрелка с десятками плюс победа. Вот. Бил бы чаще по чужому по цвету. Было бы поражение. Было бы, ну, понятно, 1000 на 20 меньше. Вот. Ну, а так фарм обычный. За 3500 105000 просто обычный нормальный результат. Но, как вы видите, далось мне это, по сути, не сложно. Пушка максимально приятная. УВН максимально приятное. Ведро, как видите, меня особо никто и не бил. Меня уже там уже выезжали в тупую, били в корпус. Вот такие делишки. Едем в следующий бой. Попадаем на штиль. Значит, что тут он? А, рез фиговый. Фиговый. О, блин. Преиграть не буду. Блин, я же хотел с вами покатать на... Это... На как его? На грунтах. Ну, тут... Тут, ребята, лед. Это считай тот же самый сваль. Здесь будет турбина тоже, в принципе, хорошим решением. Более вот тут сейчас все... Ну, видите, я уже с холма еду. Плюс сейчас еще с холма разгонюсь, то на турбине будет самое оно. Блин, после такого боя на песчанке просто вообще забываешь нафиг обо всем. Тут трое, сзади двое. Какое трое? Там было рога, четыреста тридцатью, стерва, поляк приехал, сзади еще двое заехал. Жестко. Ну, бой был такой интересный. Мне такие бои нравятся, когда они такие экшенистые, динамичные. Вот. Тут асфальт, вот. То есть тут я бы на грунтах бы ехал бы в свои 45, и на турбине, как видите, еду все равно не 50, как вы видите. То есть даже на твердейшем грунте я еду все равно свои 40. Понимаете? Ну, видите, вот о чем я и говорил, что вот тут будет очень трудный геймплей. С этого респа тут будет даже труднее играть, чем на песчаной реке. Свелся до конца, снаряд упал вниз прицела и попал по гусеницам, а не в НЛД. Так, то, что туда ИСМ переехал, это плохо. Блин, я даже не знаю. По-хорошему мне бы тоже туда попасть, потому что мне с ИСМ желательно перестреливаться так, чтобы я полностью видел его корпус, потому что если я не буду видеть его корпус, мне будет очень-очень трудно его убить. Ну и вот о чем я говорил, у них имба позиция, они просто стоят от своих макитер и мы должны сами под них подставляться, понимаете? Бред, конечно. Вот, 274. Я не знаю, как он стреляет без сведения, там максимально неиграбельное орудие по стабилизации сведения, но он никогда не выселивает. Он просто выехал, харкает и попадает, пробивает без проблем. Так, пока 112-го напрягает, не нужно проезжать в этот самый момент. Вот видите, как он набирает даже на твердом асфальте. Так, так, не очень. Так, я попробую сейчас поджать 112-го, чтобы он был для меня более-менее в открытую, чтобы я мог по нему работать. Снова бью ему в НЛД, Armored Not Penetrated. Это бред. Хорошо, давай в каток. И в каток. Ой, он пробивает меня покасательно, я его не пробиваю ни в НЛД, ни в каток, никуда. Просто бред. Да-да, давай-давай, с 15-й попытки хотя бы позвольте мне его пробить. Ну, правильно, за тот бой нужен расплата. Бой на 0 урона. Походу, вот он. Ой, боже, какое оно корыто. Чуваки, не играйте на турбине на этом танке, она ему ничего не дает. Просто ничего. Так, поиграем сейчас бортом от этой фигни. Да-да-да, о чем я хотел сказать? Меня сейчас будут просто убивать ПТшки с базы. Ну, он на тяжелом танке стоит на базе, ну, о чем мы говорим? Ну, и еще ПТК там. Ну, неиграбельная карта, ребят. Песчаная река, она тоже неиграбельная, но там я выбрал правильное направление и повезло по сечению обстоятельств. Здесь играть невозможно. Респ неиграбельный, вас сразу контрят чуваки от башен, проехать через них невозможно. Плюс, потом выехать из ущелья ты не можешь, потому что тебя вот-вот убивают. Посмотрите, что творится. Вас просто убивают чуваки, стоящие на базе. Это отдельный как бы привет разработчикам и побольше таких карт, конечно. Играть очень комфортно, очень круто, замечательно. Спасибо. Ну, вот опять танк отличный, но карты нет, и вот и все, бой на 0 урона. Не, буду попробовать подниматься на горку. А, буду обязательно. Даю в борт АМХ и сразу надо закатиться, потому что сейчас будет чикен-чикен. О чем лешка сюда вернулся? Так, давай теперь влево возьмем. Угу. Уже его нет. А, куда он делся? Вот он. Ну, ребят, я играю с ботами. Ну, о чем мы говорим? Они не выцеливают. Они выезжают, они просто у них из пуха, они... А, куда? Куда стрелять? В танчик? Дай-ка автоприцел сделаю. И попадают, и пробивают. Просто бред. Вот какой контраст этой игры. Первый бой, эмоции прямо жесть. Второй бой, тупо обычный, классический бой. Неиграбельная карта, ничего не летит даже с этой пушки. Все. Просто захолостая. Чисто на верочку уже дал ему в НЛД, да и все. 1433 урона. Нормально, нормальный бой для этой карты. Пойдет. Ну и третий бой скатаю на все-таки грунтах. Чисто для, ну, для эксперимента. Для видимости. Вот. Поехали. Карта снова неиграбельна. Бой против девяточек, да. Хорошо. Ну, если здесь дадим тоже полторашечка, мне кажется, будет нормальный результат. То есть, вот два боя демонстрации того, что уже не имеет значения имбовость танка, какой танк и так далее. Нету карты. Можно уже, в принципе, не играть, а если еще и баланса нету, то там тоже получается задница. Субтитры сделал DimaTorzok, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты смотри, обалдеть, дали попасть. Ну, это расплата за прошлый бой. А как? В том бою стырили минимум 3 выстрела, в этом бою должны вернуть. Хотя бы один. Один уже вернули. Ай-яй-яй. Не вовремя и отсталялся. Шкодку там видно? Да, позиции просто. Посмотрите на них. Как это? Может, ты так поваргеймеровский? Давать позицию с камнями, кустами, с которой будет прострел абсолютно на всю карту. Гениально. А, правильно, теперь они... Конечно, ты мой родненький, теперь ты будешь стрелять через всю карту. И, конечно же, не светиться, даже после выстрела. Но это разрабам нужно сказать спасибо за очередную замечательную карту. То есть, вот на грунтах вы едете точно так же, как на турбине. Только теперь вот на месте я взял и развернулся нормально, а не как корыто. Понимаете? То есть, у вас все то же самое. Просто вы маневрений. И все. 50 я вам только что показал на твердом грунте. Все равно вы их не видите. Ну, хуже условий, чуваки, честно, не может быть. Потому что, когда вот такие карты, где коридор 700 метровый, где нужно ехать все это время, и тебя встречают чуваки, стоящие от башни. Ну, это типа как застава. Это карта один в один. Они не придумывают новые ветки. Они не придумывают новые карты. Они просто берут, делают Ctrl-C, Ctrl-V. Только там домики меняют на скалы и камушки, и все. Подка тоже психует. Ну, и добиваем шкодку. 1600 урона. Для данной карты уже замечательный бой, потому что ко мне сами приехали танки, и я по ним дал урон. Если бы они ко мне не приехали, урон был бы по-прежнему 300, по хори, и все. Как видите, потерял я хп не от танков, которые приехали меня убивать, а тех, кто не имеет права, в принципе, по мне давать урон. Они стоят у себя на базе и стреляют через всю карту. Я выбираю лучше поехать на СТ-1, потому что хотя бы с ним попытаться поперестреливаться, чем просто стоять, и чтобы меня с инвиза поливали средние танки. Но он стоит в имбо-позиции, его убить невозможно, он играет от башни. Это разве что, если бы он психанул там, да, и можно было бы как-то еще поперестреливаться. Ну, то есть минимум 2000 я бы мог ему дать за его период перезарядки. Но это надо, чтобы он на меня поехал. Давай, вот смотри, типа я шотный. Давай, выезжай на меня, не бойся. Давай, СТ-1, у тебя же 0 урона. По мне хотя бы 575 дашь. Давай. Я не знаю, это тоже какой-то бот по-любому, потому что... Смотрите, реально я бы на СТ-1 был, я бы уже тысячу раз бы поехал. Потому что, во-первых, счет уже 7-3. Во-вторых, он флоуый. Он ничего не сделал за бой, абсолютно я гарантию даю. На этой карте в принципе что-то сделать невозможно. И он до сих пор стоит. Ну, это ботяры. А если я сейчас на него поеду, я пока до него доеду, он уже успеет просто перезарядиться и все. Вот он на КД, все, я еду. Потому что я не вижу других вариантов. У меня просто уже горит задница от этой неиграбельной карты. Вот, даю НЛ... А, ну да, да, да. Ну и без комментариев, ребят. Я не пробиваю НЛД под прямым углом СТ-1. Это сворованный выстрел. В том бою воровали, в этом воруют. А теперь под небольшим углом я пробиваю его НЛД. И скажите, ну, в чем прикол? Да, да, да. 1111 урона. Это замечательный бой. Это просто очуменный настрел для данной карты в данных условиях. То есть, представьте, у вас нету ничего. И вам говорят, давай 2000 урона сделаем, давай. А ты такой говоришь, ну я бы с радостью. А по ком мне тут стрелять? А не по ком? Ну тогда ладно, извините. Ну вот закончился этот бой. Значит, 1911 урона. И с тяжей настрелял аж никто. Ноль, 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 ноль. Ну это неважно. И я почти типа ноль, но почти 2К. Ну, сам факт, это ни о чем. То есть, 1900 урона для данного танка это, ну, тот же самый ноль. Вот этот бой и бой на штиле, это вам доказательство еще раз моих слов. Те, которые были сказаны еще в ангаре, что сейчас не имеет значения имбовость танка. Сейчас роляет условия. Условий, как вы видели, не было ни во втором случае, ни в третьем. В первом случае их тоже особо не было. Это была песчаная река. Но там действительно вот просто с такой стечением обстоятельств повезло, что ко мне приехали сами. И просто говорят, набивай урон. А когда тебе уже нужно куда-то ехать, и это карта штиль, это ноль урона автоматически. Особенность еще с неиграбельного респа. И второй бой тоже, как видите, ну, карта ужасная. На тяжах здесь делать нечего. Тут вот этот 700 метровый коридор, который проехать невозможно. Тебя просто разваливают. И на этом все. Значит, без према. 24 чистыми с премом, 46 тысяч чистыми за 1900 урона. Вы скажете, это вообще типа ни о чем. Ну, просто если были бы нормальные карты, вы бы 1900 урона набивали секунд бы за 40. Вот. Но так как нужно, чтобы такой урон набить, промучаться 7 минут аж, то тогда да, тогда уже, конечно, это 46 тысяч за 7 минут. Это очень слабенький фарм. Но тут, ребята, проблема не в танке, а проблема в картах, которые плодятся по принципу Ctrl-C, Ctrl-V. Один и тот же принцип. 700 метровый коридорик, проехать через них невозможно. Даже если ты каким-то чудом проехал через эти коридоры, тебя просто убивают чуваки, стоящие на базе. Или вот такие замечательные позиции, как у Шкодки и в КПЗ. Там просто без комментариев. Вот. Поэтому в любом случае, этот танк крутой, хороший танк. Вот. На грунтах вы увидели, что он едет по сути точно так же. Только маневренный. На месте разворачивается на 180 или на 360 явно побыстрее. Вот. Ну и в целом разницы нету. Но просто он маневренный. Поэтому если выбирать турбину, то есть ехать 40 и быть туговатым. Или на грунтах ехать своих 40, но быть при этом более маневренным. Ну, как бы выбор по сути очевиден. Вот. Потому что я вам скатался два боя на турбине. Второй бой был на твердом грунте. Я там ехал все равно 42-43. А при турбине заявлено 50. Ну, как вы видели, 50 мы не могли. Как бы с вами заметить. Такие делишки. Танк крутой, танк хороший. Да, картоненький корпус. Возможно, живется на нем не очень. Например, для целевой аудитории, я уверен, будет получше Т-832. Потому что 300 мм башни. Узимой зоны нету. Просто стоишь от магнитра и наваливаешь. Это танк такой именно крутой. Да, относительно. Но не для всех. Вот. Потому что, к примеру, ну, как бы чувак, который надеется на то, что он будет на этом танке танчить. Все. Прям жесть, как выживать. Нет. Конечно же, такого не будет. Для более-менее адекватных игроков уже, которые, ну, плюс-минус шарят в этой игре. Это будет просто хороший прем. У них особо к нему замечаний, кроме лючка, не будет. Самое главное замечание это игра, в которой он находится. Как-то так. А на сегодня все. Всем удачи вам. Берите себя и пока.